Священные фрески в голубом церкви Молдовы Церковные стены, полностью расписанные красочными фресками, уникальные черта региона Молдовы в Румынии. Молдову издавна называли краем, где живут боги. Фресками здесь расписано много церквей, а семь из них внесены в список всемирного наследия. Молдавское княжество в 15 веке сражалось с атаманскими захватчиками, и в ознаменовании каждой победы строилась церковь. Наружные стены церквей и монастырей расписывались библейскими сценами, с тем, чтобы неграмотный народ мог понять смысл того, о чем говорится в Библии. Эти росписи делали местные крестьяне. Иисус на руках Девы Марии изображен в традиционной крестьянской одежде. А вот у него в руках кобза – местный музыкальный инструмент. Высокодуховная атмосфера в Молдове привлекает сюда на службу богу монахинь со всей страны. Труд и молитвы и по сей день напоминают здесь о средневековых временах. Вот деревня Варанет, названная так по названию монастыря. Основным средством передвижения остается запряженная в повозку лошадь. Вот церковь Святого Георгия в монастыре Варанет. Люди веселятся на весеннем празднике Святого Георгия, небесного заступника их деревни, а на них глядят святые, изображенные на стене. Одна из характерных особенностей фресок Молдовы – яркий голубой цвет, получивший название «Варанетская синь». Со времен создания этих росписей прошло 450 лет, однако фрески по-прежнему сохраняют яркость голубой краски того времени. Лучшей фреской в Молдове считается Страшный суд. Эта настенная роспись изображает небеса и преисподнюю. Грешников бросают в адский огонь, святые находятся на небесах, раскрывая объятия благочестивым и набожным молдаванам. Расписанные фресками церкви всегда были сосредоточены деревенской жизни. Живое всемирное наследие.